Ранее Джон Керри назвал образцовым лидерство Федеративной Республики в Евросоюзе. Власти США полностью разделяют экономическую стратегию Германии в рамках Евросоюза, заявил госсекретарь США. Германия действительно является главным двигателем экономики европейского сообщества, однако в последнее время в Старом Свете все громче слышны жалобы на то, что официальный Берлин превратился в европейского диктатора, который злоупотребляет своим положением кредитора многих менее благополучных стран ЕС. Часть экспертов, включая миллиардера Джорджа Сороса, утверждает, что именно поэтому кризис еврозоны преодолеть не удается. Продолжение темы в материале нашего экономического обозревателя Вадима Оленичева. Судьба объединенной Европы во многом сейчас зависит от позиции Франции и Германии. Не секрет, что в решении европейских вопросов к мнению Парижа и Берлина прислушиваются прежде всего. Причем настолько, что Германию, экономически наиболее мощную державу ЕС, в либеральной прессе частенько называют диктатором Европы, а канцлера Ангелу Меркель изображают со свастикой на рукаве. Но одно дело эмоции, а другое – большая политика. По обе стороны Атлантики все чаще раздаются голоса, осуждающие экономические методы Берлина. На форуме мировых лидеров, прошедшем в Колумбийском университете Нью-Йорка, в числе прочих выступил Джордж Сорос. Глава одного из самых успешных в мире хеджевых фондов, тоже считает, что лидеры Германии уводят Евросоюз не в ту сторону. Мы все убежденные сторонники европейского развития, так что в этом смысле мы не объективны. Но я не согласен с вашим оптимизмом. Мне кажется, что ЕС охвачен серьезнейшим кризисом. Проблемы, которые приходится решать, уже трансформировали Евросоюз из той организации, которая задумывалась изначально в совершенно другую. ЕС планировался как добровольное объединение равных государств. Вместо этого мы имеем дело с ситуацией, когда страны-кредиторы диктуют условия должникам, которые превратились в страны второго сорта. Разумеется, под кредитором-диктатором в первую очередь подразумевают Германию. Действительно, являясь главным спонсором всевозможных финансовых фондов, включая Европейский фонд чрезвычайной помощи, Берлин ожидает, что к его голосу будут прислушиваться. Но у германских властей нет желания, чтобы их страну рассматривали как диктатора Европы. Президент Йоахим Гаук прямо заявил на днях, что его правительство не собирается никого запугивать или диктовать условия. Но Гаук уверен в том, что у Германии есть солидный опыт достижения экономического успеха, и немцы готовы поделиться им с другими. Однако это не убеждает критиков германской модели. Это проблема политического характера. Она состоит в том, что ни одно изменение в европейской политике не может быть предложено без одобрения Германии. Еще более серьезный факт — это то, что политика, которую Германия насаждает в Европе, а именно режим жесткой экономии, — это неверная политика. Главный элемент нынешней политики еврозоны, по словам Джорджа Сороса, — это снижение госдолга проблемных стран, таких как Греция. Но, говорит Сорос, авторы идей забывают, что снижение госдолга приводит и к снижению волового внутреннего продукта, то есть всей экономики государства. Получается противоположный эффект. Греки, испанцы, португальцы — народы, привычные к материальным трудностям. Но наличие огромного госдолга и положение должников сильно бьют по их национальной гордости и настраивают их граждан против членства в Евросоюзе. Массовое увольнение служащих и сокращение госпрограмм ведут к социальной напряженности. И будущее Единой Европы так же туманно, как улицы, окутанные слезоточивым газом.